Здравствуйте, меня зовут Татьяна Бойко. Сегодня я покажу вам макияж с красной помадой для брюнетки. Главный принцип выполнения такого макияжа заключается в том, что кожа должна быть светлая, фарфоровая, никакого желтого оттенка. Для идеального тона лица нам понадобится тональный крем, корректор и пудра. Начинаем с тональный крем. Его необходимо нанести кисточкой с центра лица, протягивая его к периферии, сверху вниз. В данном креме необходимо нанести на зону вокруг глаз. Следующий этап – это корректор, самое важное средство для макияжа. Его необходимо нанести на красные зоны, скрыть круги вокруг глаз и ювелирно проработать какие-либо дефекты. Корректор необходимо нанести также на зону вокруг глаз. Корректор необходимо нанести также на зону вокруг. Сочетание корректора и пудры – отличная база вообще для макияжа глаз абсолютно другого. Если не будет корректор или пудры, макияж глаз никогда не будет держаться в качестве настолько и долго. Если вы убедились, что скрыли все недостатки, обязательно необходимо закрепить это пудрой. В данном случае светлая пудра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Перепудривание овек следует продублировать. Кисточка немного поменьше размера. Соотношение жирных средств и сухих на лице необходимо, чтобы было один к одному. Если лицо будет липкое, макияж будет нестойкий и некачественный. Если зона макова глаз также остается липкая и не была припудрена один к одному по отношению к жирным средствам, макияж также будет нестойкий, некачественный, а также он будет плохо наноситься. Этой же маленькой кисточкой необходимо припудрить те зоны, в которые не попала большая кисть. Большое внимание я уделяю моделированию лица. В случае с макияжем с красной помадой я предлагаю использовать моделирование направленное на осветление и с моделированием направленным на затемнение быть очень осторожным. Светлые блики смоделируют лицо и сделать немного светлее. зону. Первая зона – это зона носа, слегка выводя на лобную часть, зона над губой и зона под губой. зона вокруг глаз с краю. зона – это внутренний угол глаза. также необходимо осветлить зону под бровью, над бровью, выводя на скулу. К такому моделированию очень много из правил и исключений. следующий этап – это макияж глаз и бровей. Для макияжа бровей необходимо взять цвет, который будет совпадать с цветом волос. моделирование бровей начинаем с высшей зоны – зона домика, так называемая. зона должна быть самая темная. зону – Guardians – зону – зона встал. Зону – зона – зона – зона встал. На самом деле, мы пробуем тренетик чуть нейтральн. Также брови необходимо уложить гелью для бровей.